Здравствуйте! В эфире передача «Как с обложки» и с вами я, ее ведущая Анастасия Панарина. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы погрузимся в мир моды, рукоделия и дизайна. Наша первая героиня – известный азербайджанский дизайнер, художник-модельер Фахрия Халафова. Здравствуйте, Фахрия Ханум! Здравствуйте! Мода не стоит на месте. Каждый день выходит что-то новое. Фахрия Ханум, скажите, пожалуйста, что сейчас на пике популярности? Какой образ, какой наряд? Мода тоже прошла вот в этот период, период глобальной пандемии, одно из главных, может быть, испытаний за весь период развития, потому что до пандемии мода была на пике, на пике демонстрации креативных идей. Но мода всегда может найти выход из положения, и она пошла по пути того, что предложила коллекции оверсайз, то есть более больших размеров. Кажется, что это более большой размер, чтобы онлайн-продажи были более облегченными. Потому что, конечно же, пойти в шоппинг-центр или в бутик и примерить одежду, и выбрать самой, и ее адаптировать – это очень интересный процесс. Я думаю, что для любой женщины и мужчины любят этот процесс. Но так как вся мировая общественность была этого лишена, поэтому надо было делать такие коллекции, которые можно онлайн заказать, и они сразу тебе подойдут, они будут тебе по размеру тоже комфортными. Поэтому мода нашла много выходов из положения. Последним достижением моды стало то, что лук конкретно предлагался уже покупателю в готовом виде. То есть весь ансамбль одежды, плюс аксессуары и плюс даже маска, без которой уже наш образ просто немыслим. А какие цвета в моде в этом сезоне? Вот сейчас уже весна наступила. Какие цвета сейчас на пике популярности? На весь год. Это самые главные цвета – это светло-серый и лимонно-желтый. То есть это вот сочетание само по себе очень необычное и очень креативное. Это самые модные цвета на 2021 год. Но так как сейчас наш сезон весна-лето, можно сказать, что весна наступила по календарю, и мы ее чувствуем, и мы ее ощущаем. И, естественно, будем менять свой гардероб, то актуальными будет изумрудный, фиалковый. Это очень красивый цвет. Розовый, который, в принципе, считается в какой-то мере юношеском, молодежным, будет тоже очень актуален. Естественно, лимонный, желтый и светло-серый в разных вариациях. А помните ли вы первую вещь, которую вы сшили? Я могу сказать, что я очень рада, что в свое время меня осенила очень креативная идея. Я могу сказать, что моя первая коллекция, я вам расскажу о первой коллекции, о названии первой коллекции, принесла мне колоссальный успех. И меня осенила идея назвать коллекцию «Богиня нефти». Вообще я очень люблю сказки, я люблю мифологию. И я тогда подумала, что есть же мифология греческая, где у каждой отрасли есть свои боги и свои богини. Или у стихии есть свои боги и богини. Я подумала, а почему бы не сделать богиню нефти? Она и впечатляла всех, и удивляла, и мне принесла колоссальный успех. То есть в творчестве главное, чтобы возникла какая-то особая креативная идея. То есть, я думаю, весь успех творческой личности, чтобы его просто осенила эта идея. Как я поняла, для создания коллекции «Богиня нефти» вы черпали свое вдохновение из богинь, мифологии. Мифология, да. А вот как вы ищете свое вдохновение? Вы знаете, так как я параллельно занимаюсь и педагогической деятельностью, а что такое педагог? Он, уча, всегда и сам учится. И, естественно, я черпаю вдохновение из истории искусств, либо из истории костюма. Это могут быть и средневековые костюмы, это может быть и восточный стиль. Восточный стиль я изучаю отдельно, и мне очень нравится оттуда черпать идеи. И, естественно, наша своя богатая азербайджанская культура и наследие. Найдя такой вот очень неповторимый символ солнца, который еще зародился на территории Кавказской Албании, когда, ну, это древняя территория Азербайджана, я сделала этот символ на платье. И это платье тоже имело свою, можно сказать, такую особую судьбу. Это платье сейчас находится в коллекции музея Эрмитажа. Тагрианам, опишите, пожалуйста, весь творческий процесс, через который вы проходите, создавая новую вещь? Естественно, платье является элементом коллекции. Или же я могу создать совершенно отдельное платье, которому я в душе планирую такой звездный путь, чтобы это платье было либо в музее, либо в коллекции. Многие коллекционеры есть по миру, они собирают тоже наряды, кутюрье, дизайнеры. Либо чтобы оно попало в какую-то коллекцию, потом они выставляются, либо чтобы оно осталось у меня тоже для моих выставок. Создавая вот именно такие наряды, я, конечно же, сначала это идея, это своя такая маленькая легенда этого платья. И потом начинается весь вот этот творческий путь в лаборатории. То есть лаборатория – это твоя мастерская, где обязательно несколько манекенов, где твой стол рабочий, раскроенный, все твои принадлежности. И, естественно, твои помощницы, мои девочки, которые у них золотые руки. Я сочиняю линии, а они уже их закалывают, или потом уже мы это все пошиваем. Я думаю, что будет много интересных коллекций. Я еще смогу порадовать телезрителей наших своими новинками. Дай бог! Обязательно будем от вас ждать все новых, новых, новых совершений. Спасибо вам большое за интервью. Вам большое спасибо и за вопросы, и за интересы к модному творчеству. Я думаю, что всегда зрителям интересно услышать что-то новое о моде. Потому что мода всегда в тренде. Наша вторая героиня – рукодельница Арзута Ирли. Она делает украшения из натуральных камней. У нее-то мы и узнаем любимые камни наших дам. Постараемся сделать украшения своими руками. И, конечно же, узнаем все секреты мастерства. Здравствуйте, Арзухано. Здравствуйте. Сейчас очень многие девушки любят украшения из камней. И каждый выбирает свой любимый камень. Скажите, пожалуйста, какие чаще всего у вас приобретают девушки украшения? Из каких камней? Ну, чаще всего, конечно, выбирают агат. Потому что агата очень много. Он разный. Его несколько сотен видов. Еще также любят, например, золотой песок, то есть вида авантюрина. Любят аметисты. Любят кошачий глаз. Он бывает от розового до фиолетового, синего, голубого. Любовь цвета. И они переливаются. Да, и они переливаются. И всем это нравится, как будто там внутри свет играет. У каждого камня есть свое собственное значение. Давайте мы с вами, у нас здесь как раз много украшений. Давайте разберем. Например, вот этот камень. Это вообще что за камень и какое он имеет значение? Да, это камень хризакола. Вот такой. У него здесь две штуки. Его значение как бы он убирает с глаз. Еще он на самом деле очищает воздух. Это больше его настоящее значение, как бы физическое. Он очищает воздух. Вот золотой песок. Да, а золотой песок это вида авантюрина. Он приносит счастье. Например, вот еще малахит. Его, например, очень любили в древнем Китае. Очень много подделок из малахита. И верили, что если вам подарят малахит, то обязательно есть там какое-то желание. И сбудется. Можно загадать желание. Нет, там если вам подарили как бы что-то, кто-то загадал вам, что-то и дарит это. И чтобы это у вас сбылось, да. Как интересно. Какое значение у кошачьего глаза? Он на самом деле камень миротворец. То есть если есть какой-то конфликт, то он его должен помочь, как бы его разрешить. Вот этот интересный браслет, как я понимаю, он сделан из керамики. Да. Это тоже очень, я думаю, кропотливая и сложная работа. Как я понимаю, каждый из этих камней вы делаете вручную. Да, много работы уходит на эти камни. И много времени, потому что их нужно сушить. Это как бы самая сушивающаяся керамика. Но она занимает свое время 24 часа только на то, чтобы высохла керамика. То есть это просто база, без ничего. Она бывает такого, но цвет терракоты. А потом нужно на нее навести цвет. Потом нанести лак. Потом... Всякие аксессуары. Потом его нужно сушить тоже долго в лампе и так далее. Потом он уже становится крепким. Зато я уже уверена, что он не сойдет. Да. Отлично. Арзуханум. Здесь у нас с вами лежит такая шкатулка сокровищ. И я думаю, что самое время вам продемонстрировать мне и нашим телезрителям свое мастерство. Покажите, пожалуйста, как вы делаете браслеты. На самом деле, с самого начала браслет нанизываю на леску. А, то есть вы браслет не собираете на леске? Люблю собирать его на шоковую нитку. Она, во-первых, вот она у меня на руках тоже. Да. Ну, если даже будет какое-то место соприкосновения с кожей, это приятнее, чем леска. И вид у нее теплее. Но леску я использую для моделирования. Арзуханум, спасибо вам большое, что вы продемонстрировали нам свое мастерство и рассказали о значениях камней. Спасибо большое, мне было очень приятно. Вот такой вот прекрасный мир моды, дизайна и рукоделия. В эфире была передача «Как с обложки». До новых встреч!